В12-дефицитная анемия. Знание этого вопроса нам необходимо для своевременной диагностики и правильного ведения лечения В12-дефицитной анемии. Дефицит витамина В12 развивается при разнообразных заболеваниях, когда происходит трансформация нормобластического кровотворения в мегалобластическое, являющееся неэффективным, ну малоэффективным. Заболевания широко встречаются у людей пожилого, старческого возраста в сочетании с различной сопутствующей патологией. Своевременная диагностика В12-дефицитной анемии, она нам крайне необходима, потому что, по-моему, чрезвычайно важна, поскольку своевременное назначение заместительной терапии витамином В12 позволяет восстановить нормобластическое кровотворение и нормализовать, соответственно, уровень гемоглобина. Вот так вы отвечаете на вашем государственном выпускном экзамене, где вы намереваетесь получить диплом доктора. Но вас может прервать уставший председатель государственной экзаменационной комиссии, чтобы не выслушивать это все и сказать, а вот какие изменения в биохимическом анализе крови молодой человека могут быть выявлены у В12-дефицитной анемии. Скажем, повышение уровня непрямого биорубина могут быть? Да, не надо теряться, надо спокойно сказать. Безусловно, повышение уровня непрямого биорубина характерно для такого состояния. Для В12-дефицитной анемии характерно снижение содержания гемоглобина, уменьшение числа ретроцитов? Вопрос кажется очевидным, он и очевидно есть. Да, конечно, снижение содержания гемоглобина, уменьшение числа ретроцитов, в общем, характерный признак для В12-дефицитной анемии. Ну, если кто-нибудь вас не очень внимательно слушал, ну, какие из аномических синдромов наиболее часто встречаются в пожилом возрасте? Ну, логично, что В12-дефицитная анемия. А какие виды аномии относятся к группе мегалобластных? Надо понимать, что В12-дефицитная анемия – это мегалобластная анемия. Значит, вы отвечаете, В12-дефицитная анемия. И анемия вследствие дефицита фолиевой кислоты. Мегалобластный тип кроветворения, повышение уровня ферритина в крови – это нефрологическая симптоматика. Она может иметь неврологическую симптоматику, которая, кстати, характерна для В12-дефицитной анемии. А для неврологической симптоматики мы, наверное, чуть позже с вами скажем, если я помещусь во времени. А вот для В12-дефицитной анемии характерна изменение перифической крови, скажем, в виде микроцитоза. Нет, вот микроцитоз для В12-дефицитной анемии не характерен. А вот гиперсигментация нейтрофилов – да. Повышение цветового показателя – да. Тромбоцитопинет – да. Нормобласты перифической крови – да. А вот микроцитоз для В12-дефицитной анемии все-таки не характерен. Ну, а санкобалами не могу спросить. Дефицит в организме санкобаламина чем может быть обусловлен? Ну, понятно, мы говорим о людях пожилого возраста. Значит, это какие-то атрофические явления в слизистой оболочке желудка, ну, или инвазия широкого лентеца. Широкий лентец – извазия широкого лентеца. Периферические системы, значит, органов, функционирование которых в наибольшей степени страдает при дефицитной анемии – это пищеварительная система, нервная система, ну, и логично кровотворная система. А какие изменения лабораторных показателей могут говорить о наличии В12-дефицитной анемии, скажем, макроцитоза ретроцитов может? Да, может, вполне. И, значит, понятно, что при мегалоборостной анемии вам показано лечение, спросят, могут вас спросить, ну, парентеральное введение цианкобаламина. Ну, допустим, вы ответили на все эти вопросы, если вы ответили вот так, как я сказал, вполне возможно, что вас просто остановят, скажут следующее, или, там, следующий вопрос билета, или, если билет последний, то, в общем, всего доброго, молодца. Но если нет, то надо будет продолжать основную тему. В В12-дефицитной анемии – это анемия, возникающая, ну, логично, обусловленная дефицитом витамина В12. При дефиците витамина, значит, В12 в костном мозге образуются мегалобласты, происходит разрушение, значит, мегаклариоцитов. В филиферической крови мы наблюдаем гиперхромию и макроцитоз, макроцитоз ретроцитов. Нетропения наблюдается, тромбоцитопения, а также происходит изменение, значит, в нервной системе по типу фуникулярного миелоза. Недостаточность витамина В12 встречается с одинаковой частотой среди мужчин и женщин, но, как мы уже сказали, чаще всего встречается в пожилом возрасте. Но надо понимать, что она также возникает у молодых людей, особенно тех людей, конечно, которые не употребляют в пищу мясо-молочные продукты. Да, а вот ботриоцефальная, значит, такая В12 дефицитная анемия чаще встречается, ну, понятно, по названию, да, встречается в тех районах, где существует высокое выражение, возможно, заражение широким, значит, лентецам. Ну, если мы возьмем, значит, евразийский регион, то очень, значит, достаточно широко распространены, это, конечно, Сибирь и Карелия. Ну, и другие регионы, конечно, ну, в данном случае здесь они, конечно, превалируют. Этиологические причины, наиболее частыми причинами В12 дефицитной анемии, это экзогенные, то есть, понятно, уменьшение поступления витамина В12 с пищей, очень распространенное явление. Значит, эндогенные, это к эндогенам относятся хронический атрофический гастрит, это рак желудка, это полипоза желудка, тяжелые энтериты, спру. Спру – это заболевание малопонятное, ну, о том, прямо скажем, неизвестные теологии, проявляющиеся в нарушении кишечного всасывания, широко распространено среди аборигенного населения Индии, там, Среднего Востока, стран Карибского бассейна, уроженцев Южной Африки, ну, там есть данные по Зимбабве тоже. Спру может также поражать европейцев, которые переселились в эти страны, а его признаки сохраняются в течение достаточно длительного времени, в течение многих лет. В украинских случаях единственным проявлением болезни может быть нарушение всасывания витамина В12, вызванное, значит, дефицитом этого витамина, собственно говоря, и мегалобластная анемия. В других случаях наблюдается также истеоторея. Значит, я увлекся про спру, значит, дальше, значит, операции на желудочно-кишечном тракте, то есть, атрогенные воздействия, это и гастроэктомия, и резекции значительной части тонкого кишечника, это реэнтероаностомозы, энтероэнтероаностомозы. Это, так называемый, конкурентный расход при инвазии, значит, широким лентецам и множественном дивердикулезе кишечника. О патогенезе пару слов, значит, связано патогенез с нарушением синтеза тимидина, что приводит к замедлению формирования ядра клетки, а синхронность созревания ядра и цитоплазмы сопровождается образованием гигантских эритроцитов, мегалобластов, имеющих остатки ядра и увеличенную в объеме цитоплазму. И в сиферической крови эти клетки, значит, называются мегалоцитами и макроцитами, и макроцитами, вернее, мегалоцитами и макроцитами. Продолжительность их жизни достаточно укорочена. Патогенез нервных изменений связывается с токсическим воздействием на нервные клетки, пропионовый и метилмоновый кислот, которые в избытке образуются при дефиците витамина В12. Клинические проявления, следующее, значит, во время сбора анамнеза, это вам надо знать, важно получить сведения об операциях на желудке или кишечнике, пора спросить больного насчет факта наличия, ну или отсутствия хронического гастрита, там, я не знаю, энтерокулита, дивертикулеза и проживания в эндемических зонах. Жалобы больных обычно обусловлены развитием анамнезического синдрома и фуникулярного миелоза. Поясню, анамнезический синдром проявляется слабость, снижение трудоспособности, утомляемость, выраженная дышка при физической нагрузке, а затем и в покой. Муникулярный миелоз – это покалывание, парастезия, онемение, нарушение чувствительности в конечностях, это ощущение таких несвоих ватных ног, зябкости. Полиневрит развивается симметрично сначала в нижних конечностях, сначала в верхних. При прогрессивании процесса нарушается поверхностная чувствительность, теряется способность отрицать холодную от горячего, развивается мышечная слабость, может даже развиться и атрофеем мышц. При осмотре бросается в глаза аномичность больного, то есть бледность, кожность покрова, желтушность, склер, язык с участками воспаления ярко-красного цвета, сосочки сглажены, так называемый лакированный язык. Он встречается не так часто, где-то в 10% случаев, но очень такой признак характерный. Пульс частый, значит, на верхушке выслушивается систолический шум. У большинства больных можно выявляться небольшое увеличение печени, реже селезенки. При лабораторной данной, значит, если мы проведем, например, у них есть, а мы обязаны провести лабораторную данную, в клиническом анализе крови отмечается снижение количества элитроцитов и уровня гемоглобина, увеличение цветового показателя элитроцитов, то есть мы имеем дело с гиперхромной анемией, то есть цветовой показатель должен быть больше, значит, 1,05 или более 31 на 0 ПГ. При морфологическом исследовании элитроцитов выявляются, значит, макроцитоз, аннизоцитоз, базофильная пунктация элитроцитов, а так что остатки ядра в элитроцитах в виде телецежоли и колецкебата. Ну, если не забыли эти уроки, да, то есть телецежоли, что такое колецкебата. Важный признак, значит, дефицита наиболи ранней, кстати, это гиперсегментация метрофилов в периферической крови. Содержание ретикулоцитов нормальное, листы слегка понижены, часто наблюдается штромбоцитопения или экопения за счет нарушения синтеза гранулоцитов. Ну, ретикулоциты понятны, это, значит, почему их, значит, понижено. В биохимическом анализе крови определяется гипербилиринумия, гипербилирубинумия за счет непрямого билирубина, что обусловлено внутрикосномозговым разрушением элитроцитов и небольшим укорочением продолжительности жизни периферических элитроцитов. В костном мозге мы выявляем бигалопластный тип правитворения, клетки миелоидного и дежедовиада увеличены в размерах, отличаются очень большие метамиелоциты, гиперсегментированные нитрофилы. Метод шиллинга позволяет, значит, исследовать, значит, всасывание витамина В12, уменьшенного радиоактивным кобальтом в норме более 10%. Принятой дозы должно у нас выделиться с мочой, у нас у больного выделиться с мочой. При дефиците витамина В12 увеличивается выделение с мочой метилмолоновой кислоты более 5 мг в сутки. Значит, среди инструментальных методов исследования можно провести, да и необходимо провести, эзофагогастродоноскопию, рентгеноскопию, если есть противопоказания для проведения восьминезов фагогастродоноскопии, рентгеноскопию кишечника с пассажем БАВИ. Дефи диагностика проводится, значит, с другими патогенетическими вариантами нормохромных или там гиперхромных, то есть макроцитарных анемий, гемолитическая, апластическая, фоливодефицитная, кстати, и анемий брилейкозных. При формулировании диагноза в предноберовое место следует ставить основное заболевание, а лишь затем анемический синдром Б12 дефицитной анемии. Ну, лечение Б12 дефицитной анемии внутримышечной инъекцией витамина Б12 дозе 500 тысяч микрограмм в сутки в течение, значит, сначала двух недель, 14 дней, а затем в дозе 500-300 микрограмм ежедневно до нормализации уровня гемоглобина. На пятый-седьмой день следует провести контролирование ретикулоцитов крови, чтобы наблюдать этот критик, ретикулоцитерный критик, который будет говорить об эффективности проводимой терапии. Ну, тема, в принципе, не очень такая запутанная. Давайте мы, я вот тут для вас несколько клинических задач скачал. Где тут они у меня? Давайте будем внимательны по традиции. Больная 60 лет поступила в приемное отделение городской больницы с жалобами на нарастающее течение предшествующих нескольких месяцев слабость, вялость, резкую усталость при выполнении минимальной физической нагрузки, головокружение, ощущение сердцебиения не только при ходьбе, но и в покое, а не менее покалывание в пальцах рук. Считает себя больной в течение последних 6 месяцев, когда впервые стала отмечать все более вооруженную утомляемость, несоответствующую выполнению физической нагрузки. Вслед за этим обратил внимание на затруднения при попытке вдеть нитку в иголку из-за неприятных ощущений в кончиках пальцев рук. При обследовании в поликлинике была обнаружена, по словам участкового терапевта, небольшая аномия. Около 15 лет назад перенесла оперативное вмешательство резекцию желудка, внимательно, сваготумей, по поводу частых обострений язвенной болезни 12-перстной кишки с продолжительным кровотечением. Первые годы после хирургического вмешательства чувствовало себя вполне нормально. При обследовании в поликлинике отмечалось повышение уровня гемоглобина в крови до нормальных цифр. До операции уровень гемоглобина постоянно был ниже нормальных значений. При осмотре состояния удовлетворительной конституция нормостеническая, обычного питания, значит, рост 165, вес 62, кожные покровы бледные с легким нарушением оттенка, простите, кожные покровы бледные с легким желтушным оттенком и участками гипопигментации по типу витилиго. Экатеричность склера, склера мягкого неба не отмечается, язык не обложен, сосочки языка сглажены, периферические язвы, значит, лимфоузлы не пальпируются, легких дыханиях визикулярных, хрипов нет, дыхание 18, тонны сердца приглушены, легкий систоликус на верхушке, усиливающийся в вертикальном положении и при незначительной физической нагрузке. Ритм правильный, 96, значит, давление 115 на 70, живот несколько вздут, при пальпации мягкий, безболезненный, печень не выступает из-под края реберной дуги, размеры печени по курлову 9,80, селезенки не пальпируются, стул в норме, симптом поколачивания отрицательность обеих сторон, почти спускания в норме, периферических отсеков нет, снижение поверхностной чувствительности на ладонной поверхности пальцев рук, мышечная сила не изменена, полезов нет, тремор пальцев рук, неуверенность при ходьбе, отмечается некоторая заторможенность при контакте с врачом, временами пациентка не сразу понимает задаваемые ей вопросы и переспрашивает, не всегда адекватно отвечая на них. Так, клинический анализ крови, произведен в приемном отделении, гемоглобин 88, эритроциты 2,4, лейкоциты 6,8, лейкоцитарная формула не изменена, СОИ 28. Какой мы основной диагноз поставим здесь? Поставим диагноз, значит, B12, B212, B212, A212, какое осложнение будет? Поли-все-таки нейропатии. Ну, насколько я это понял, это делают, потому что, вот это заторможенность, вот эти все явления, кроме того, и вот эти явления покалывания, и нанимения, все-таки это поли-нейропатии. Ну, какие мы сделаем дополнительные методы, значит, В данной ситуации все-таки необходимо проведение развернутого клинического анализа, возможно выявление макроцитоза, биохимического анализа крови, для исключения железодефицитной и гемолитической анемии, гастроскопию сделаем, определение уровня витамина В12 сыворот крови, тест Шиллинга для доказательства уменьшенного всасывания цианко-баламина желудочно-кишечным трактом, можно сделать эстернальную пункцию с целью выявления мегалопластоза костного мозга. Какие патогенетические механизмы обусловили такую симптоматику данной больной? Клиническая симптоматика у данной больной связана с дефицитом витамина В12, что привело к нарушению синтеза ДНК в клетках предшественников эритроцитов с формированием мегалопластов и развитием анемического синдрома. Неврологическая симптоматика также тесно связана с дефицитом витамина В12, что вызывает недостаточность синтеза минетионина и нарушения образования компонентов миелина. С чем связано развитие заболевания у данной больной? По всей вероятности связано с резекцией желудка, которая была проведена 15 лет тому назад. Какие методы лечения мы будем здесь использовать? После установления точного диагноза будем проводить длительное введение витамина В12 подкожно. Ну как уже было сказано, по схеме мы уже сказали выше. Что тут у нас еще одно клинический случай. Да, больной 52 лет доставлен в неврологическое отделение городской больницы бригады скорой помощи на носилках. Со слов больного последние дни не мог не только ходить, но и даже вставать с кровати из-за очень выраженной слабости и непослушности ног. Из анамнеза известно, что около 6 месяцев назад после смерти жену уехал к родственникам в деревню, где ежедневно выпивал не менее пол литра водки. Что помогало ему не думать о свалившейся на него беде. Примерно за месяц до настоящей госпитализации заметил дрожание рук, умеренные болезненные ощущения в руках и ногах. В том числе и снижение болевой чувствительности, из-за чего возникали частые ожоги и порезы кожи. Охолодание не менее рук и ног. Внимательно следим, да? Вслед за этим возникло своеобразное ощущение при ходьбе. По словам пациента он перемещался будто по ватной поверхности. Родственники привезли больного в город, вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила в стационар с предварительным диагнозом парапорез неясного происхождения. Больной по профессии летчик-испытатель, на пенсии 48 лет, ранее алкоголь потреблял, но умеренно. Хронических заболеваний утренних органов не было, проходил ежегодную диспансеризацию, но понятно, летчик-испытатель не курит. При осмотре состояния средней тяжести, конституция норму стенек, повышенного питания, рост 175, 292, лицо дутловатое, кожные покровы бледные, с отчетливо лимонно-желтыми оттенками и участками гиперпигментации, видимый слизистый и бледный, язык малинового цвета со сглаженными сосочками. Периферические лимфоузлы не пальпируются, легких дыханий ослаблены, резикулярные, хрипов нет. Перкутерный звук на всей поверхности легких с коробочным оттенком, дыхание 16 в минуту, тонны сердца приглушены, в положении на левом боку определяется систолический шум, на верхушке сердца без проведения, ритм правильный, ЧСС 112, давление 140 на 85, живот увеличен, живот увеличен в объеме за счет избыточного отложения подкожно-жировой клетчатки, при пальпации мягкий, безболезненный. Плотноватый край печени выступает из-под рубежной дуги на 3 см, размер печени по курлову 11,99, пальпируется край селезенки, в течение последних недель беспокоились запоры, симптом поколачивания отрицательны с обеих сторон, а че спускание в норме. Восторгность голени в неврологическом статусе определяется мышечная гипотония верхних и нижних конечностей, снижение сухожильных рефлексов, патологические рефлексы бобинского и опенгейма, поверхностная глубокая чувствительность в области дистальных отделов верхних и нижних конечностей снижены, умеренное снижение слуха, резкое снижение обоняния, нарушение вкуса, больной резко заторможен, не многословен, на вопрос отвечает не сразу, односложно, однако во времени и на месте ориентирован. Следим, да? ЛТ-84, АСТ-62, ГГТП-140 единиц. Кастроскопия сделана, атрофия слизистой оболочки желудка. УЗИ печень повышенной эхогенности, ну понятно, увеличено преимущественно за счет левой доли, небольшое увеличение селезенки, признаки незначительного фиброза поджелудочной железы, почки без патологии. Да, ну все тут, наверное, да? И тут вопрос, какой диагноз можно поставить и какие дополнительные методы исследования. Ну, основной у нас диагноз B12-дефицитная анемия, а как осложение основного заболевания у нас фуникулярный миелоз, глоссит. Сопутствующие заболевания у нас, значит, жировой гепатоз, атрофический гастрит. Ну, что мы здесь, симптомы, чтобы верифицировать, значит, диагноз. Какие симптомы нам позволили верифицировать диагноз? Значит, верифицировать диагноз данного заболевания позволяет признаки фуникулярного миелоза, да? Фуникулярный миелоз – это мышечная гипотония, снижение сухожильных рефлексов, патологические рефлексы бобинского оппенгейма, снижение поверхностной и глубокой чувствительности в области дистальных отделов конечностей, симптомы поражения черепных нервов, наличие хантеровского глоссита, малиновая окраска языка, сглаженность сосочков и характерная гемограмма. Гиперхромная анемия с макроцитозом. Ну, какое неврологическое нарушение наблюдается у данного больного и какие патогнические механизмы лежат в ее основе? Ну, неврологическое заболевание, имеющееся у больного больного – это фуникулярный миелоз, да, вот то, что мы сказали, это мышечная гипотония, снижение сухожильных рефлексов, патологические рефлексы бобинского оппенгейма, снижение чувствительности и симптомы поражения черепных нервов. Значит, это фуникулярный миелоз, в его основе лежит дефицит витамина В12, вызывающий недостаточность синтеза метеонина за счет этого нарушения синтеза компонентов миелина. Ну, отсюда и фуникулярный миелоз. Чем можно объяснить повышенную активность ферментов в печени? Ну, а ЛТА, СТГТГ, ГТП, не очень большой, но все-таки оно было повышено, повышенная активность ферментов. Ну, в данном случае, я, скорее всего, обессловлено формированием жирового гипотоза вследствие алкогольной интоксикации, можно сказать, уже и хронической алкогольной интоксикации. Что способствовало развитию заболеваний у данного больного? Развитию В12, дефицитной анемии у данного больного способствовало, вероятно, хронической алкогольной интоксикации с развитием атрофии левого желудка. Ну, и сам стресс. Не надо забывать, что вот тот стресс, он потерял все-таки жену, верную жену, подругу жизни. Это все-таки тоже является тем или иным способом, триггером. Правда, стресс является триггером всем озу, потому что практически всех заболеваний. Ну, и какие методы лечения будем использовать в данной ситуации? В данной ситуации, конечно, мы скажем больному, чтобы хоп, хватит, уже своим алкоголем надо завязывать. В данной ситуации необходимо длительное назначение подкожных инъекций витамина В12, ну, и на возвращение в строй. Надо пообъяснить больному, провести какую-то психологическую работу, объяснить, что жена бы не была бы довольной в виде его такое нынешнее состояние. Мы смотрим на него, собственно, на небесах сукоризной. Тяжело работать с такими больными, но это наша обязанность, наша святая обязанность, надо уметь подходить к каждому больному, находить ключ к больному, к каждому больному, ключ к его сердцу. Ну, давайте, в принципе, можно, конечно, очень много говорить, но в рамках экзамена более чем достаточно. Конечно, вам, вас могут, конечно, прервать, чтобы все это не слушать, спросить, какой из признаков, значит, характерен или не характерен для В12 дефицитной анемии. Например, гипохромия эритроцитов характерна? Можно сказать, нет, гипохромные эритроциты не характерны для В12 дефицитной анемии. А трофический гастрит, да, там, я не знаю, гиперсегментация нейтрофилов, да, повышенное содержание свороточного железа, да, тромбоцитопения, да. А какие изменения костного мозга, дорогой молодой человек, отмечаются у больного В12 дефицитной анемии? Понятно, это мегалобластоз. Какое сочетание признаков характерно для В12 дефицитной анемии? Это гиперхромная анемия, это фуникулярный миелоз, наличие, значит, антител к париэтальным клеткам желудком, положительный тест Шиллинга. При, значит, В12 дефицитной анемии наблюдаются тромбоцитоз, в принципе, не должен наблюдаться. А вот лейкопени, значит, макроцитоз, признаки гемолизы, гиперсегментация нейтрофилов, да, вполне. Каковы основные, значит, скажем, основные заболевания желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются развитием такой В12 анемии? Тоже могу задать такой вопрос. Это атрофический гастрит, это тяжелый хронический антерит, это состояние после гастроэктомии. Ну да, да. Перенецезная анемия вызывает перенецезная анемия, это идиопатическая форма В12, что такое перенецезная анемия, это идиопатическая форма В12 дефицитная анемия, обусловленная наличием антител к париэтальным клеткам желудка. А какие заболевания чаще вызывают, вызывают, выявляются у больных с такой перенецезной анемией? Это все-таки рак желудка. Что такое фактор КАСЛА? Это, значит, гликопротеин, синтезируемый париэтальными клетками слизистой оболочки желудка. Чем обусловлено, значит, появление мегалопластов в костном мозге при В12 и фолиеводефицитной анемии, нарушение синтеза ДМК. Ну а фолиеводефицитной анемии тоже, можно пару слов сказать, встречается она при синдроме малиабсорбции и хронической алкогольной интоксикации. Для фолиеводефицитной анемии, в отличие от обычной В12, ну и что это обычно, для фолиеводефицитной анемии, в отличие от В12, дефицитной анемии, характерна мегалопластозы, гиперхрометроцитов и снижение уровня гемоглобинов. А вот неврологическая симптоматика, я по типичному гласит, все-таки не характерна. И могу спросить, чем обусловлена полинейропатия при В12, дефицитной анемии, нарушение образования компонентов миелина. Фуникулярный миелый встречается при каких видах анемии, при В12, дефицитной анемии. Перечислите, какие вот можете перечислить вы, молодой человек, основные признаки поражения нервной системы при В12, дефицитной анемии. Это расстройство глубокой чувствительности, это спастические порезы конечностей и полинейропатии. Характерные изменения языка при В12, дефицитной анемии, он же, значит, гунтеровский гласит, или гласит, вернее, Гюнтера Мюллера. Это атрофия сосочков, малиновая окраска и болезненность. Какие признаки в периферической крови могут говорить о наличии больного ВВ и дефицитной анемии? Это, например, мегалоциты, кольца кебета, эритроны нормобласты и гиперсегментации нейтрофилов. Каковы будут характерные признаки изменения лабораторных показателей в больных В12, дефицитной анемии? Лабораторные показатели, да, увеличение цветового показателя, гиперсегментации ядер нейтрофилов, увеличение активности ЛДД. А что такое тест Шиллинга? Это исследование степени всасывания цианко-баламина желудочно-кишечным трактом по его количеству, корректированному с мочой. Ну, а какой вид, основной вид лечения, значит, В12, дефицитная анемия? Понятно, это инъекции цианко-баламина. Какой основной ранний критерий эффективности терапии В12, дефицитная анемия, вопрос могут вам задать в любую секунду. Значит, это так называемый ретикулоцитарный криз. Ретикулоцитарный криз – это повышение содержания, значит, ретикулоцитов в ответ на успешное, успешное, подчеркиваю, успешное лечение железодефицитной анемии, в том числе и витамин В12, дефицитной анемии. Значит, напомню просто, да, дорогие мои друзья, значит, ретикулоциты, слово латинского слова reticulum, сеточка и греческое, значит, каутас, это вместилище или клетка, то есть клетки, предшественники ретроцитов в процессе кроветворения, которые составляют где-то около 1% от всех циркулирующих в крови ретроцитов, ну, в норму. Также не имеют ядра, но содержат остатки рибонуклеиновых кислот, метахлодов и других органов, лишаясь которых трансформируется, собственно, уже в зрелые ретроциты. В отличие от ретроцитов, ретикулоциты имеют короткий срок жизни, они формируются и созревают в красном костном мозге за, там, 1-2 дня, после чего покидают его и, там, еще день, 2-3, значит, дозревают в кровотоке. Ну, в общем, собственно говоря, давайте на сегодня все, насчет Б-12 дефицит анемии, как видите, вопрос, тема несложная, если вам попадется на вопрос на экзамене, считайте себя счастливчиками, это, конечно, намного проще, чем то, что говорили до этого. А мы с вами обязательно продолжим, оставайтесь на связи. Продолжение следует...